Воды нету. Краны, пожалуйста. Не холодные, не горячие. Чтобы помыть посуду или приготовить ужин, надо растопить три ведра снега. Людмила Ивановна говорит, такого в поселке никогда не было. Вода исчезла из крана две недели назад, и жители по неволе вспоминают школьный курс химии. Мы собираем только снег и топим. Через 4-5 слоев марли и немножко чуть-чуть туда марганцовки. И когда скипятит, это все отстоится, вода эта вся. Вот только так. Все беды из-за единственной на деревне водонапорной башни в канун Нового года здесь прорвало трубу. Пока рабочие устраняли протечку, перемерзли трубы. Ходишь по всей деревне, ищешь, воды набрать, попить нечем. В местной школе пришлось сократить занятия. Проходит по три урока. Из района учителям выслали гуманитарную помощь. Молоковоз с питьевой водой. Но, как говорят сами педагоги, надолго ее не хватит. Что это за учеба? Когда было закрыто на карантин сначала, потом морозы начались. Теперь опять толковой учебы нет. Ребенок хочет учиться. Он каждое утро поднимается, он хочет идти в школу. Такие собрания у местного магазина жители теперь проводят каждую неделю. Гадают, когда же вода появится. Вроде и звонят чиновникам, вот только результата пока нет. В администрациях разного уровня обещают. Техника вот-вот придет и ремонт продолжится. И мы обращаемся без конца в районную администрацию, дежурно. Мы звоним без конца. Нас все отфутболивают. Жители уже слабо верят, что местные власти справятся. Но селяне не намерены сдаваться. Если дело не сдвинется с мертвой точки, то из Большого Баландина напишут президенту Медведеву. Благо интернет в деревне никто не отключал. Продолжение следует... Продолжение следует...